Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Ганзюка присоединяется к нашему эфиру. Сергей, рады приветствовать вас. Слава Украине! Здравствуйте! Героям слава! Итак, оперативная ситуация на Покровском направлении на данный момент. Вам слово. Непосредственно скажу о линии обороны нашей бригады. То, что происходит более детально, это будет правильно. Значит, позиции держим. Враг, скажем, активно, таких очень активных действий с использованием техники не предпринимает. Больше, скажем, инициатива сейчас находится на данном участке в наших руках. Мы практически каждый день заходим своими, скажем, беспилотниками им в тыл, уничтожаем полевые склады БК, уничтожаем технику, которую можем достать, в том числе средства РЭП, окопные, старлинки за сегодня и так далее. И скажу так, что непосредственно на нашем участке ситуация максимально контролируется именно нашим командованием. В начале осени противник заметно сбавил темпы наступления на Покровск. Защитники города, что называется, дали по зубам. В лоб у россиян не получилось. Пришлось подтягивать резервы, ну и, скажем так, расширять фронт. Значительную часть ресурса в армии России забрало наступление на Селидова. Что это дало с точки зрения обороны Покровска за это время в плане фортификации, минирования и так далее? Я скажу, что именно затяжное наступление на Селидова, именно наша бригада сделала так, чтобы это было как можно дольше. Мы непосредственно участие приняли и держали, отбивали очень интенсивные атаки. Вот, ну, действительно, это были там тяжелейшие дни, тяжелейшие там до 40 штурмов за сутки было до этого. Вот, поэтому скажу так, что сегодня не надо расслабляться по-любому, не думать, что враг уже ослаб, и у него нету сил и ресурсов. Они его, наоборот, накапливают, мы знаем, они их там, значит, обучают, тренируют и так далее. И нужно быть готовым в любой момент, что сегодняшняя тишина там, ну, относительная тишина, она завтра может быть очень активная со стороны противника. Вот, поэтому мы постоянно проводим минирование, проводим заградительные работы, противоавиационные сооружения и так далее, и так далее. И эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. Как мы говорим неоднократно уже с нашими гостями в эфире, противник по-разному ведет себя на разных участках фронта. И вот именно от участка фронта зависит тактика противника. Что происходит на вашем участке? Это механизированные колонны, малые пехотные группы, или вот как в районе Курахова, допустим, заброска десанта на броне. Что у вас происходит? Чего больше? У нас именно малые пехотные группы технику не используют. А если используют, то только для подвоза БК или личного состава на свои позиции. Передвигается абсолютно на всех видах транспорта, включая мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили. Очень внимательно за этим следим. Наши пилоты искусно работают по их уничтожению. Скажу это просто, скажем, у нас даже такая есть конкуренция между подразделениями. Чей будет сегодня улов лучше? Это я абсолютно не утрирую. Именно так это и происходит. Но все это абсолютно ответственно, это все абсолютно продумано. Артиллеристы работают тоже, скажем, очень четко, точно. Но враг имеет силу. Враг также обстреливает, в том числе и сегодня были ракетные обстрелы наших подразделений. Враг использует большое количество FPV-дронов. Но именно с помощью РЭП наших, сегодня мы можем, это продолжается уже довольно долгий период, мы каждый день, каждый день повторяю, минимум от 70 до 100 беспилотников врага мы уничтожаем. Именно с помощью средств РЭП. Именно с помощью средств РЭП. Ну, плюс там уничтожаем огнем. Но именно с помощью РЭП от 70 до 100 не долетают до наших позиций, не выполняют свое предназначение. А как погода влияет на возможность противника наступать и на возможности наших украинских защитников Покровска обороняться? Ну, вы правильно сказали вначале о том, что ночью враг практически на ноль свел наступление свои, ночью стурмы не проводят, а именно днем. А если это затягивается до вечера, то это те группы, которые уже вышли, и мы вынуждены их, скажем, добить до того, чтобы они, ну, скажем, превратились в недействующих героев на этом поле битвы. Вот такая ситуация. Погода, конечно, влияет как положительно, можно сказать, так и отрицательно. Почему положительно, когда плохая погода, когда холодно, значит, дроны меньше могут лететь, запас заряда у них меньше за счет погоды. Вот, личный состав, так званный их, в том числе мерзнет, это надо учитывать. Вот, учитывая, что они все-таки на чужой земле, они оккупанты, они это понимают. И наша погода украинская, она тоже это понимает, вот. А мы на своей стороне, как бы, ну, для нас это немножко плюс. Но все равно надо представить каждый раз, каждому, кто слушает эфиры, и понимать, что такое находиться, скажем, на нуле, в холодную погоду, под постоянными обстрелами, и как это выглядит. И при этом держать оборону, и не давать врагу продвигаться дальше. Вы уже немного об этом рассказали, но хочу детальнее остановиться на этом вопросе. Вот, по сфоткам Генштаба, ежедневно враг теряет несколько десятков автомобильной, специальной техники. Вот, за 11 ноября 140 единиц потерял враг. Как задействует противник легкую технику? Ну, легкую технику, он задействует все, что может ехать. Вот, у них это, вот, допустим, те же мотоциклы, у них это уже давно практикуется. Мне там устраивали на них разные, там, ситуации, и просто подвезти и уехать там кого-то, или подвезти быка и уехать, или подъехать, спрятать мотоцикл, и, соответственно, вот, вести там бой, а потом, значит, спробовать с ним же. Опять же, поехать дальше. Вот, но хочу сказать так для наших зрителей, что если мы уже застекли кого-то, вот, на мотоцикле или там на любом другом виде транспорта, то задача заключается не только уничтожить этого, скажем, туриста, заблудившегося, но обязательно уничтожить спрятанную где-то в кустах, в посадках, или там в каком-то здании эту технику, чтобы он дальше не мог ее использовать. Вот, что, в принципе, успешно у нас и получается. Артиллерия, Сергей, все еще бог войны. Согласны с мнением, что вот, несмотря на все преимущества, на все прелести и удобства, беспилотник все-таки не может полноценно заменить пушку или ту же САУ? Ну, конечно, да, в любом случае это мощь, это сила, вот, а учитывая то, что мы научились еще в 22-м году очень тщательно, экономно делать выстрелы, потому что у нас не было другого выхода, да, когда там буквально за каких-то 15-20 минут надо было выехать на позицию, сделать три выстрела и быстро оттуда уехать. Почему? Потому что враг абсолютно там покрывал всю дорогу отхода. Они уже прекрасно понимали, по какой дороге будем возвращаться. Вот, ну, непосредственно это было много раз, и поэтому это научило нас очень экономно, но при этом эффективно работать. И сегодня наши артиллеристы, это действительно их, ну, супер боги, я бы так сказал бы. Именно супер боги, потому что так как они наловчились уже за это время, именно, во-первых, маскироваться, во-вторых, значит, выполнять команды, слаженность подразделений, понимаете, ну, буквально там жестами, одним словом, каждый знает, что ему делать, и все это так быстро происходит, ну, это надо, ну, многое, конечно, будем рассказывать уже после победы, но сейчас недооценивать или там давать кому-то преимущество я, ну, не стал бы, а в любом случае это работа, и это нужно делать. У врага, на жаль, к сожалению, очень достаточно еще этих артиллерийских установок, снарядов есть, но комплексная работа, как в глубоком тылу врага, по их там складам крупным, так и на фронте, при фронтовых, там, населенных пунктах, позициях и так далее, дает о себе знать. А вот такой нюанс, если говорить не о непосредственно штурмах, там, наступлению противника, а, скажем так, разведка в определенный момент доложила, ну, и вот, соответственно, понеслось, да, по расположению личного состава, складу боекомплекта, ну, словом, по ближнему тылу. Как вот в этом тандеме работают беспилотники и артиллеристы? Ну, смотрите, я вот на примере бригады, да, мы, например, увидели где-то прорыв какой-то, там, подразделение врага, там, в количестве, там, ну, в любом нем, 10-20 человек и так далее. Абсолютно сразу внимание, во-первых, зона ответственности того или иного подразделения, плюс бригадная артиллерия, плюс беспилотники, которые в том числе есть и в каждом подразделении, плюс отдельно батальон у нас есть беспилотных комплексов, которые очень четко всегда на чеку, вот. И все решает командир, и это все решается буквально за считанные минуты. Нету такого, что надо куда-то доложить и так далее. Сегодня в этом плане у нас, ну, где-то мы приближаемся уже, да, где-то используем стандарты НАТО, которые абсолютно отличаются от тех стандартов, которые были еще в Советской армии. Вот пока дождаться старшему начальнику, там, доложить, запросить, попросить и так далее. Это упрощает. Ну, войска НАТО четко работают. Там сержант третьей категории может вызвать авиацию, если будет необходимо. И он его услышит, и будет все сделано так, как надо. У нас пока еще до этого надо идти, но я думаю, что у нас это будет, рано или поздно мы к этому придем. А беспилотники, ну, это то, что позволяет уничтожать врага вдали от линии соприкосновения непосредственно, где не надо использовать личный состав, ну, использовать, я имею в виду, задействовать непосредственно под риском, таким, ну, открытым риском, да, для жизни. В любом случае, любая позиция в зоне, в районе боевых действий, она, ну, любой человек с любого подразделения, он подвержен опасности каждый день и каждый час. Вот. А вот, но беспилотники, особенно усиленные беспилотники, которые могут летать на 10 и более километров, сегодня это сохраненные жизни, здоровье наших военнослужащих. Ну, вот беспилотники, это ведь не только разведка, там, ударная работа по противнику, не только сбросы. А чем еще занимаются фронтовые дроны? Фронтовые дроны абсолютно, ну, во-первых, мы сегодня говорим про беспилотники, не то, которые летают в небе, есть те, которые сегодня по земле передвигаются, вот, которые доставляют БК тоже продукты питания, которые тоже необходимы на любой позиции постоянно, вот, которые сегодня могут эвакуировать и эвакуируют раненых. Это очень важно, вот. И вот это уже, если это все нормально поставить на широкий поток, и этого будет в войсках достаточно, это те технологии, которые мы сегодня сможем в количественном составе врага побеждать. Именно этим мы их будем переигрывать. И уверен на 100%, что наши кулибины, которые сегодня работают, я говорю сегодня непосредственно про наших людей, которые создают, усовершенствуют, именно переделывают даже те дроны, которые к нам попадают. Мы их абсолютно не говорим, как, и лучше это в эфире не говорить, но делаем так, чтобы они были мощнее, они были эффективнее на поле боя, и тем самым мы вот таким образом должны их переигрывать на поле боя, я имею в виду врага. Ну вот я как раз хотел об этом спросить, что, мол, разработка РЭП и БПЛА – это постоянная гонка, постоянное стремление обогнать и перегнать, догнать и перегнать. А вот, может быть, все-таки есть какие-то вот такие, знаете, изюминки фронтовые, как бойцы на передовой непосредственно вносят свои ноу-хау в средства обороны? – Что можно рассказать? – Что можно? – Ну я не сторонник, вот если честно, я не сторонник рассказывать именно про ноу-хау. Все наши эфиры, любые эфиры на любых каналах о вашей особенности, потому что он русский контент, враг очень внимательно смотрит. Они должны только знать одно, им нужно кричать, вот мы от себя должны им говорить, и я говорю всегда, идите домой, наведите у себя в стране порядок, не надо лезть к нам, тем самым вы сбережете себе жизнь. Вот, потому что мы постоянно будем работать над тем, чтобы улучшить качество ведения боя, улучшить эффективность ведения боя, там огня по противнику, и это будет только увеличиваться, независимо от того, какие там в мире происходят действия, мы на своей земле, мы защищаем свою землю. Вот это они должны слышать. Абсолютно правильную аудиторию Сергея вы выбрали для своего послания, все правильно, все справедливо. Слава Украине, спасибо вам за то, что вы делаете. И привет от телеканала «Фридом» вашим побратимам. Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Ганзюка, был на связи с нашей студией. Абсолютно правильной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Ганзюка.